Всем привет! Меня зовут Арина Вискира и сегодня у нас с вами обзор на палетки Плашес. Я сделала макияж глаз двумя палетками, чтобы вы увидели их в действии. Сделала свочи и в конце видео сюрприз, поэтому, как всегда, не откладывай в долгий ящик. Погнали! Палетки Плашес Сначала посмотрим свочи, палетки поближе. У нас есть Sweet Blend. Это палетка с более мягкими оттенками и на ощупь это палетка пигментов. Во-первых, это важно понимать. Это Sheer Pressed Pigment Quad. Это не тени, это прессованные пигменты. На ощупь они реально плюшевые. И палетка, которая Sweet Blends, она, ну, можно сказать, чуть... не то, что чуть менее пигментированная, но, например, если сравнивать с Fresh Squist палеткой, розовые оттенки абсолютно разные в этих палетках. Я сейчас пытаюсь придумать, какой бы мне сделать макияж, чтобы он хоть как-то был запаралелен, потому что у нас здесь совпадает розовый оттенок, хотя он разный по яркости. Но я думаю, что давайте мы, наверное, начнем с вами с палеточки, которая называется Sweet Blends. Взяла Venus XL и зафиксировала праймер оттенком Blank Canvas. И краситься я буду, собственно говоря, в эту палетку, потому что эти палетки маленькие, в них нет зеркала. Ну что же, я постараюсь вытащить кисти, более-менее похожие для каждого глаза. Для того, чтобы максимально постараться повторить макияж на обоих глазах. Сейчас я это сделаю быстренько. Начну я с оттенка Melon Smoothie. Это самый светлый оттенок. И набирать я буду продукт по чуть-чуть. Этим оттенком я задам форму. Да, это явно будет музыкальное видео, в котором вы слушаете музыку, пока я крашусь. Верну брови на место. У меня на лице Tondeur шел контурирование. Консилер от Vicon. Про праймер уже сказала. Этот оттенок очень мягкий, очень красиво растушевывается просто. Так, теперь хочется взять оттенок Chocolate Mix. Это, ой, как он разбивается. Это самый темный оттенок в этой палетке и углубить складку. Слушайте, ну растушевка у этих теней нужно совсем чуть-чуть. И сразу такой красивый насыщенный цвет просто с ума сойти. Но, конечно, меня расстроило, что от прикосновения кисти они подразбились. Но какая разница, если они так прекрасно растушевываются? Почему-то хочется взять оттенок Blueberry голубой и нанести его плоской кистью на подвижку. Если начинать его тушевать, то он в дымку переходит. И имейте в виду, что тени сыпучие и они немножко сыпались мне под глаза. Но надо признаться, что пока мне нравится. Возвращаюсь к прошлой кисти оттенок Chocolate Milk. Рахожусь по краю. Блин, эти цвета очень круто стушевываются друг с другом. Но у голубого подснимается плод при растушевке. Его надо наслаивать. И я хочу взять маленький бочонок. Взять розовый оттенок. Называется Rose Bud. И его добавить в уголок. Блин, ребят, ну цвета друг с другом смешиваются просто роскошно. Знаете, я поняла, что мне напоминает Plushes. Plushes мне, собственно говоря, напоминают помадки Plushes. Что неудивительно. Потому что это пигмент, но написано, что это Sheared Pressed Pigment. То есть, очень-очень нежные цвета. Прям нежнейшие цвета при растушевке. Если вы ожидаете от этих палеток пышки яркости и света, то, наверное, это не сюда. Но мне очень нравится этот акварельный эффект. Но сейчас посмотрим, что у нас будет со второй палеткой. Потому что вторая палетка и на сводчах выглядела гораздо ярче. Вторая палетка называется Fresh Squeeze. Здесь я хочу взять желтый оттенок. Им задать форму. Потом углубить. Розовый, я думаю, я нанесу также в уголок. А оранжевый мы с вами прибьем. И мне кажется, что вот Fresh Squeeze, она и на сводчах выглядела гораздо ярче. Но сейчас с вами посмотрим. Тоже очень нежно. Вот я начинаю наносить. Тоже очень нежная передача цвета. Но, честно говоря, от этого не менее красивая. То есть, у меня нет эффекта и ощущения, как будто бы меня обманули. И на самом деле обещали, что будет гораздо ярче. Безусловно, если вы хотите добиться большей яркости передачи цвета, то имеет смысл использовать какую-то белую подложку и плоской кистью набивать этот цвет. Но мне, не красного словца ради, правда нравится этот очень аккуратный эффект. Следующий оттенок. Беру оттенок Mango. И им углубляю складку. Честное слово, очень необычные продукты. Они так деликатно и нежно растушевываются и втушевываются в кожу, что это непривычно не сказать ничего. Но так красиво смешиваются с друг другом. Такая текстура красивая получается. Так, беру оттенок Orange Juice. И его набиваю по подвижке. Ну и вот Orange Juice, он такой же ожидаемо яркий, как и голубой оттенок в прошлой палетке. Но абсолютно с тем же эффектом. Вы его набиваете, а когда вы начинаете его растушевывать, он в очень красивую дымку. Какие необычные продукты. И еще раз прохожусь по границе растушевываю. Еще раз желтый оттенок. И беру маленькую кисточку, которой я хочу взять оттенок Dragon Fruit в фуксе и нанести его в уголок. Пожалуй, возьму оттенок Mango, которым я задавала форму. Углубляла складку и им пройдусь по низу. Сейчас я закончу макияж. Мне очень хочется добавить какой-то карандаш в слизистую к этому макияжу. Безусловно, хочется добавить больше бронзирования и сделать, пожалуй, достаточно яркие губы к этому макияжу. Хотя макияж сам по себе не бледно вообще ни разу. Сейчас я все это закончу и вернусь к вам. Это фантастические продукты. Изначально уже все началось с помадок Plushes. Моя любимая помадка Plushes это Tea Milk. В палетке, которая Sweet Blends, есть оттенок Chocolate Milk. И Lime Crime выпустили оттенок Plushes в соответствии с цветами Plushes, которые есть в этих палетках, что тоже очень круто и необычно. По крайней мере, я не встречала такого подхода, когда... Нет, я, конечно, встречала такой подход. Джеффри сначала выпустил помаду Androgyny, потом он выпустил палетку Androgyny, а потом еще Lip Ammunition Androgyny. Но здесь реально инновационная текстура помад. И не побоюсь этого слова, инновационная текстура теней. Просто какая-то сумасшедшая. Ну и я была бы не я, ноябрь-декабрь обещал много конкурсов. Поэтому проходите по ссылке в описании внизу ко мне в Инстаграм, читайте условия. Два приза. Вам может достаться одна из этих палеток Lime Crime Plushes. Всего два приза. Соответственно, палетка Sweet Blends и палетка Fresh Squizzed. Условия будут в моем профиле в Инстаграме. Фотографию я думаю, вы не пройдете мимо фотографии с этим конкурсом. Обещаю, что конкурсы будут еще вплоть до Нового года. Поэтому, как всегда, большое спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите до конца, ставите лайки и пишите комментарии. До завтра. Пока!